Любой слух может не делать бед. Привет, я Даша. И сегодня я буду рассказывать о своём впечатлении. В очередном моём фильме «Меня зовут Хан». Я просмотрела его буквально недавно. Совсем-совсем-совсем недавно. И я пересмотрела. И сегодня я хочу поделиться своим глобальным впечатлением. Как-то в одном из её, кажется, я уже упоминала об этом фильме. Это Индия. Но не спешите морщить носики, отворачиваться, выключать видео. Потому что, насколько мне известно, когда люди отвечают на вопрос «Почему ты не любишь индийские фильмы?», они говорят «А что там смотреть?» Там сплошные песни, пляски. И двое братьев или сестёр, нужно подчеркнуть, разделённые во младенчестве, которые потом совершенно слух учащают, находят себя по общему кулону. Так вот, для таких людей сообща. Ни песен, ни плясок, ни близняшек там нет. Там есть мудрость, там есть добро, там есть философский посыл. Самое важное, что там есть Каджо и Шакро Кхан. И так, как я уже сказала, как их называются, меня зовут Кхан, и я не террорист. И на самом деле в этих простых словах включается мудрость, потому что, да, мы знаем, что большинство террористов именно мусульмане, вот, как герой фильма. Но давайте не будем мерить общей меркой всех мусульман. И сначала кажется, что именно идея этого стоит во главе фильма, сказать людям, что помнитесь, не надо гнобить всех мусульман по той причине, что часть из них являются террористами, натворили очень много бед, убили очень много людей. А вот мы же не... Вот Германия тоже постаралась, да, особенно во Вторую мировую. Никто не любит нацистов, кроме неонацистов. Вот, но у нас же нет такой повальной нелюбви к Германе, да, как вот к мусульманам. В общем, как я уже сказала, сначала может показаться, что именно призыв не ненавидеть всех подряд мусульман, только из-за их веры. Значит, ну, призыв на самом деле не в этом, хотя может так показаться, что я заговариваюсь. Это заявка о том, что добро рой может добиться гораздо больше, чем ненавистью, хотя ненависть более сильный мотиватор. Как казалось, можно было подумать, но фильм нам доказывает, что как бы не сильна ненависть, а любовь сильнее. И самое важное, вот, что мне безумно нравится в этом фильме, он постоянно пропагандирует. Единственная разница между людьми, это то, что плохие они или хорошие. Ни цвет кожи, ни раса, ни вера, ни религиозные взгляды, масля-масляные сказала, ни что другое, ни тем более одежда, не делает людей разными. Только вот единственное различие. Плохие люди и хорошие люди. Всё остальное совершенно не имеет значения. И эта мысль совершенно потрясающая и удивительная. И она, да, она прорастая, но сколь она простая, столь она и велика. И я думаю, если бы каждый человек на планете Земля посмотрел бы этот фильм, и не просто посмотрел бы, а впитал его мудрость в своё сердце, в себя, и жил, так как учит этот фильм, мир был бы гораздо добрее и светлее. Субтитры создавал DimaTorzok